Кипр Мы приглашаем вас в путешествие по православному Кипру. И начнем мы его здесь, у храма святого Лазаря в Ларнике. Вспомним, что после распятия Христова иудейские первосвященники хотели убить и Лазаря, друга Божия. И, спасаясь от гонителей, Лазарь отправился на Кипр, который стал его прибежищем и второй родиной. Кипр Кипр прожил еще 30 лет, 18 из которых был епископом на Кипре. После кончины его похоронили в месте, получившем название Ларнакс. В переводе это слово означает гроб. Нынешний город Ларнака назван в честь гроба праведного Лазаря. Церковь святого Лазаря была сооружена в 890 году. Это одна из самых древних церквей Кипра. Для нас большая честь, что именно у нас находится храм друга Христа, которого Господь воскресил из мертвых на четвертый день. Поэтому он и называется Лазарь четверодневный. Отец Макариус стал участником второго обретения мощей святого Лазаря, которое по историческим меркам произошло совсем недавно, в 1972 году. В церкви в тот год случился пожар. Огонь добрался до иконы святого Лазаря и неожиданно остановился. Этот чудесный случай побудил археологов провести новые раскопки в храмовой гробнице. Тогда-то под более поздними захоронениями они и обнаружили гробницу Лазаря. Сохранившаяся часть надписи на гробе означает на древнегреческом слово друг. Для киприотов Лазарева суббота не только церковный, но и народный праздник. Ежегодно после торжественного богослужения в Ларненке устраивается крестный ход с иконой святого Лазаря и палат, в котором принимают участие оркестры, военные, школьники. Медленное это торжественное шествие при свечах, потому что в руках людей зажены свечи, цветы. Очень красиво выглядит в этот день такой духовной красотой младежной организации в Ларненке. Звучат песнопения, гимны поются, поются различные народные песни, посвященные святому Лазарю. Замечательная традиция. Зачастую крестный ход останавливается перед домом, где, допустим, лежит тяжело больной человек. И митрополит читает короткую молитву. Выходят родственники. На Кипре очень почитают святого Лазаря, но основателем кипрской церкви считается апостол Варнава. Его называют равным двенадцати и первым из семидесяти учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме. Там, в доме своей сестры Марии, он впервые увидел Христа. В сорок пятом году, после Рождества Христова, святые апостолы Варнава, Павел и Марк приплыли на Кипр. По этой дороге они отправились в тогдашнюю столицу Кипра, город Пафос. Сын языческого жреца Иераклидис вызвался их проводить. Апостольская проповедь так подействовала на юного Иераклидиса, что он решает креститься. Берега этой маленькой реки Ситрахас помнят апостолов Павла, Варнава и Марка. Здесь, у подножия этого холма, апостолы крестили Иераклидиса. Монастырь святого Иераклидиса находится недалеко от этого места, в деревне Политико. Обитель считается самой древней на острове. Нам показали вход в подземную пещеру, где молился святой и где позднее он был погребен. В обители, рядом с алтарем, хранится глава Иераклидиса, первого из киприотов, последовавших за апостолами. Тогда он выполнил свое обещание и показал Павлу, Варнаве и Марку путь до Пафоса. Здесь, в Пафосе, апостолы обратили в христианство самого римского проконсула Сергия Павла. В деяниях святых апостолов повествуются, как иудейский, уже пророк Варисус, пытался отвратить проконсула от веры. Апостол Павел, исполнившись Духа Святого, сказал, «О, исполненный всякого коварства, сын дьявола, враг всякой правды, и не станешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господня на тебя, ты будешь свет, и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал провожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал. Успехи христиан не могли не вызвать озлобления среди иудеев и сторонников языческих культов. Во время своего второго миссионерского путешествия на Кипр Варнава был схвачен. Апостол был предан сожжению на костре, но промыслом Божиим тело его сохранилось невредимо. В 57 году после Рождества Христова апостол Варнава был убит иудейскими фанатиками. Его погребал племянник Иоанн, которого мы знаем под именем апостола и евангелиста Марка. Во время погребения Марк положил на грудь апостола Варнавы рукописный свиток с евангелием от Матфея. Из-за гонения на церковь место погребения апостола оставалось неизвестным. До времени. В первой половине V века остро стал вопрос о самостоятельности Кипрской церкви. И тогда сыграло роль небесное покровительство апостола Варнавы. В сонном видении он открыл архиепископу Амфимию место, где покоились его святые мощи с евангелем от Матфея. С этим евангелием кипрский архиепископ отправился в Константинополь и преподнес священную реликвию императору Зенону. Византийский император после этого признал решение Третьего Вселенского собора об автокефалии Кипрской церкви. На Кипре хранится еще одна великая святыня. В юго-западной части острова, в живописном селе Омадус, покоится глава апостола Филиппа. Юноша Филипп последовал за Христом. После сошествия Святого Духа на апостолов он проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, Аравии, Эфиопии, Сирии и Малой Азии. Многие чудеса совершал святой апостол, исцеляя людей. Погиб он, как и почти все апостолы, в мученической смерти. Глава апостола Филиппа хранится в особом ларце. Печати четырех византийских императоров удостоверяют подлинность мощей. Храм в селе Омадус посвящен Святому Кресту. Здесь хранятся и другие бесценные реликвии. Частицы животворящего креста и узы, которыми связывали руки Спасителя. На них отчетливо видны следы засохшей крови. Воздвижение честного и животворящего креста Господня – один из самых больших праздников на Кипре. Кипрская церковь живет по новому стилю. И праздник этот приходится на 14 сентября. Только в этот день в году верующие могут приложиться к частичке животворящего креста и к узам, политым кровью Христа. Праздник воздвижения Креста Господня установлен в воспоминании обретения царицы Еленой Креста Господня. В 326 году мать императора Константина Елена возвращалась из Палестины в Константинополь. Она везла с собой два обретенных на горе Голгофе креста. Крест благоразумного разбойника и часть креста, на котором был распят Христос. Ночью неподалеку от берегов Кипра начался сильный шторм. Корабль несло на скалы. В тот момент Елена и дала обет в случае спасения построить на острове монастырь и церкви в честь креста животворящего. Вскоре буря утихла, а наутро выяснилось, что крест разбойника исчез с корабля. К вечеру путешественники увидели чудесное сияние на вершине горы. Они поднялись туда и над руинами языческого храма отыскали непонятно каким образом оказавшийся там крест благоразумного разбойника. Крест парил в воздухе. Гора с того времени называется Ставрос, по-гречески крест. А основанный там монастырь Ставровуни. 900 лет назад сюда пришел первый русский паломник Игумен Даниил. До наших дней сохранилась его книга о хождении на святую землю, где Игумен Даниил описывает, как собственными глазами видел на Кипре это чудо, парящий крест. Русские паломники по пути на святую землю всегда стремились попасть на Кипр. Здесь они шли вглубь острова к величайшей святыне, к Кикскому монастырю. Добраться сюда было непросто. В 18 веке русский паломник Василий Барский писал, «И вновь я шел через непроходимые леса и дикие горы и совсем заблудился. И уже не надеялся, что до смироты попаду к монастырю великому и славному». К моменту прихода на Кипр русского паломника Василия Барского, Кипр уже почти 200 лет находился под турецким владычеством. Это завоевание принесло немало страданий киприотам. Древние величественные храмы превращались в мечети. На православных был наложен непомерный налог – харадж. Архимандрит Кикского монастыря Агафонник показал нам черную железную руку, хранящуюся в обители, слева от чудотворной кикской иконы Божьей Матери. Эта рука – напоминание о том, как один из захватчиков хотел святотатствовать. Он попытался снять покров с иконы и прикурить от лампады перед ней. После этого рука его была парализована. Этот человек понял, что совершил великий грех. Он начал вызывать Богородицы, проливал слезы перед ее иконой и через много дней здоровье к нему вернулось. После этого случая этот иноверец стал православным христианином. В назидание будущим поколениям он изготовил такое изображение руки. Это лишь одно из чудес, связанных с кикской иконой Божьей Матери. Икона – это необычно. Лик ее закрыт. Но то, как она выглядит, можно увидеть на многих списках с нее. Народ на Кипре питает глубокую любовь к святой иконе. По молитве перед чудотворной иконой прекращались жестокие засухи, и шел дождь, больные исцелялись, а бездетные женщины рожали. В столетии Кипр находился под иноземным владычеством. Еще в 1231 году 13 монахов Кантарского монастыря за неподчинение Папе Римскому были подвергнуты пыткам, а потом сожжены. В 16 веке Кипр захватили турки, владычество которых на острове продолжалось более 300 лет. Во времена турецкого ига особенно пострадала церковь. Наиболее жестокими были гонения в 1821 году, когда в Греции и на Кипре началось антитурецкое восстание. Около 500 лучших сынов Кипра были казнены. Все три митрополита кипрской церкви обезглавлены, а архиепископ Киприан, отказавшийся от возможности скрыться, повешен на центральной площади Никосии. Русско-турецкая война 1878 года изменила расклад сил в Средиземноморье. На Кипр пришли англичане. Но радость киприотов была недолгой. Британцы вели свою обычную колонизаторскую политику, вмешивались в дела церкви в течение 14 лет, не разрешая избрания нового предстоятеля церкви. Киприоты продолжили свою борьбу. В середине 20 века для кипрского народа наступил переломный момент. Обретет ли он независимость, или так и останется колонией. В то время на Кипре хозяйничали англичане. Министр иностранных дел Англии Энтони Идден заявил, для британского правительства кипрского вопроса не существует ни сегодня, ни в будущем. Через два года на Кипре началось восстание, и во главе освободительного движения встал архиепископ Макариус. В 20 веке древние монастыри Кипра, как и в годы турецкого ига, стали оплотами борьбы за независимость. В них укрывали восставших, поддерживали их духовно, снабжали продовольствием. В августе 1960 года была провозглашена республика Кипр. Ее первым президентом стал архиепископ Макариус. Макариус вошел прочно, мне кажется, в кипрскую историю, и является еще и символом объединения людей за борьбу за независимость и за единство. Ведь церковь всегда здесь в обществе играла объединительную роль. Этот памятник, посвященный независимости Кипра, был поставлен в Никосии в 1973 году. Киприоты выходят на свободу из мрачного подземелья. Вековые испытания не сломили дух народа, его веру. Но пройдет всего год, и более трети государства будет оккупировано турецкими войсками. Даже сама Никосия разделится на две части. Мы в столице Кипра Никосии. Его блаженство архиепископ Кипрский Хризостом любезно согласился дать интервью для нашей программы. Владыка, а каким образом Кипрская Православная Церковь несет сегодня свое служение на оккупированных территориях? Остались ли там храмы? Есть ли там общины христиан? К сожалению, с 1974 года ни один храм, находящийся на оккупированной территории Республики Кипр, не действует так, как раньше. Это произошло по двум причинам. Первая причина – массовое изгнание христиан с оккупированных территорий. Более ста тысяч стали беженцами и проживают сейчас на свободных территориях Республики Кипр, находящихся под контролем законного правительства страны. Более 500 церквей подверглись разграблению. Они превращены в склады, хлебы для скота, развлекательные центры. Часть из них превращены в мечети. И таким образом ни один храм не служит целям, для которых он был предназначен. Многие храмы разрушены, фрески, мозаики, иконы разграблены и выставляются на различных аукционах Европы и Америки. На оккупированных территориях находится очень важная для православных святыня, но доступ к ним затруднен. Например, достаточно трудно посетить монастырь апостола Варнавы, основателя Кипрской православной церкви. Рядом с монастырем – гробница апостола. Также и монастырь апостола Андрея. На пути паломников встречаются определенные трудности. Я лично сам не мог совершить паломничество к этим двум святыням по причине того, что турки требуют на разграничительной линии предъявить загранпаспорт. Для меня неприемлемо на своей родине, для того, чтобы попасть к православным святыням, предъявлять загранпаспорт. После захвата турецкими войсками северной части острова, монастырь святого Варнавы, построенный еще в V веке, был закрыт, а монахи выгнаны. В керевных корпусах выставлены археологические древности, а в главном храме открыт так называемый музей икон. Иконы собраны из опустевших православных храмов на оккупированной территории. Рядом с монастырем гробница, где были обретены мощи апостола Варнавы. Ныне она пуста. Местонахождение мощей святого вновь сокрыто для нас. В северо-восточной части Кипра, также на оккупированной территории, находится монастырь апостола Андрея Первозванного. Когда-то здесь, по молитве святого, забил источник. Вода из него не только утолила жажду спутников апостола Андрея, но и исцелила от слепоты мальчика, сына капитана корабля. По преданию, старый капитан не забыл об этом чуде и, вернувшись, построил над источником первую церковь. А в XVIII веке здесь был возведен монастырь. Высокая Кавакольня служила одновременно и маяком. Похожий на белоснежный городок, монастырь был одним из самых известных на Кипре. Паломники приплывали сюда на парусных лодках, двигались в повозках по суше. О былом величии напоминают подношение людей к иконе апостола Андрея в алтару на части монастырского храма. Сегодня здесь непривычно тихо, службы бывают редко. Полуразрушенными стоят здания для паломников. Место это выглядит пустынным. Наверное, так же было в те времена, когда апостол Андрей с молитвой бродил по этим берегам, собираясь в еще более далекий путь, к берегам Днепра и в Новгород. Ваше блаженство, Вы готовитесь к визиту в Россию на встречу с патриархом московским и всея Руси. А что киприоты знают о русской церкви и что они знают о русских святых? Кипр всегда поддерживал тесные отношения с Россией. А между Кипрской православной церковью и Русской православной церковью издревле существовали прекрасные отношения. Вспоминаю, когда я был еще ребенком, ходил в сельскую церковь у себя на родине. Там хранились два Евангелия и один патир из России, и мои односельчане с гордостью говорили, что это дары из православной России, что в России проживают православные братья. Поскольку эти предметы были из России, мои земляки искренне считали, что они более святые, особенно одно Евангелие. Его выносили в самых торжественных случаях. Хотел бы выразить уверенность в том, что в связи с предстоящим визитом, который я буду осуществлять по братскому приглашению патриарха Московского и всея Руси Алексея, киприоты еще больше узнают о делах русской православной церкви, о русских святых и русских святынях, и в целом о жизни русского народа. Пользуясь случаем, хотел бы выразить свою благодарность за то, что Россия всегда проявляла солидарность и оказывала поддержку кипрскому народу в его справедливой борьбе за свою независимость. Ваше блаженство, я Вас очень благодарю за то время, которое Вы посвятили нашей программе, и за то замечательное и интересное интервью, которое Вы для нас дали. Спасибо Вам большое. Подтверждение словам архиепископа Хризастома о духовном родстве наших народов мы встречали практически во всех храмах и монастырях Кипра. Надпись на главном колоколе, привезенном в Кикский монастырь в 1882 году, гласит на остров Кипр в монастырь Адигитрии Божией Матери, именуемый Кикос, усердием православных россиян, старанием московской мещанки Екатерины Абрамовой на заводе Богданова, весу 80 кудов. Иконостас храма креста в Омадосе украшен иконами XIX века, привезенными из России. В руках Спасителя, Евангелие на церковно-славянском языке. Иноки монастыря Ставровуни также никогда не забудут помощь россиян в трудную для них годину. Первый раз я когда посетил монастырь в Ставровуни, то егумен мне показал с благоговением книгу, в которой зафиксированы пожертвования российских православных в те времена, когда монастырь испытывал большие экономические трудности. И вот память об этом киприоты хранят до сих пор. На Кипре есть храмы, посвященные русским святым. Это храм Иоанна Русского, недалеко от Ларнаки, и храм оптинских старцев, построенный совсем недавно в монастыре Мавравуни. А в Лемасоле, где проживает самая многочисленная русская община, уже более десяти лет действует храм, где служба идет на церковно-славянском языке по старому стилю. В дни нашего пребывания на Кипре мы стали свидетелями еще одного события, связующего русскую и кипрскую церкви. В сан епископа рукополагали воспитанника московских духовных школ, архимандрита Исайю. На его хиротонию приехали пятьдесят епископов и двести священников со всего православного мира. Рядом с новым епископом молились и его русские товарищи по учебе в семинарии и академии. Десять лет назад Исайя закончил учебу в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. Он первый киприот и даже первый грек, который после революции учился в духовных учреждениях нашей страны. Теперь он собирается отправить на учебу в Россию своих духовных чад. Я говорю моим землякам здесь, что Россия это сокровище. Сокровище там настолько много важных святинок. Киприоты должны ехать, а один Киприон должен один раз в жизни побывать в Россию. Иначе он не поймет, что значит православный мир. Епископская хератония проходила в день памяти апостола Варнавы и в храме, построенном в его честь. Владыка Исайя избран митрополитом на восстановленную ныне древнюю Тамасскую кафедру. Первым ее епископом был Ироклидис, тот самый юноша, сопровождавший апостолов Павла и Варнаву на их пути в Пафос. История Кипрской церкви продолжается. И то, что было две тысячи лет назад, и то, что происходит здесь ныне, вехи одного пути. Пути восхождения кипрского народа к Богу. Вот и подошло к концу наше путешествие по Кипру. Мы побывали с вами во многих местах этой замечательной страны, но, конечно, рассказать о всех ее святынях в одной программе невозможно. Мы надеемся, что вам удастся посетить этот гостеприимный остров. А я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok